всех приветствую дорогие зрители и подписчики с вами world of онлайн друзья мои хочу сразу сказать что все кто придерживается точки зрения или писал подобное в комментариях очередное нытье на 90 плюс минут не смотрите это видео не смотрите оно вас оскорбит у вас начнет бомбить вам захочется писать дневные комментарии отписаться от канала что кстати вы вольны сделать совершенно один добрый человек soccer punch решил мне вот прислать ссылочку на размещенное на стене сообщества club и онлайн русскоязычное сообщество и его разместил мое видео и решил показать мне комментарии сейчас вы можете посмотреть наш с ним переписку почему я вот этих людей называю хитерами сейчас вы поймете вот мне очень понравился его последний ответ там у тебя отличный шанс проверить насколько си си пи хороши попросить разбан а я больше чем уверен что они пойдут тебе навстречу все в твоих руках ребят я не пойду в си си пи просить разбан я не буду этого делать не буду вот я совершенно осознанно нарушил правила я знал что за это последствия будут последствия если вы посмотрите мои видео там но в 90 минут вы увидите что в начале видео я говорю о том что я прекрасно понимаю что будут последствия и если вы почитаете комментарии видео там некоторых ребят тоже возникли желание опубликовать свои переписки с технической поддержкой тоже там неделями отвечали сотрудники сервиса я ребят отговорил скажу ребят меня забанить могут видите вот произошло забанить так что вот но все это говорит ровно о том что си си пи абсолютно наплевать если относится к своим пользователям и больше ни о чем и говорит это также о том что си си пи просто использует правила которые сама же придумала для того чтобы пользователи но были в таких вот заложниках потому что раскаченные персонажи это куча потеря это куча вложенного времени денег у кого-то там и так далее и так далее конечно три четыре года качал персонажи и ужас получил перманентный банк все-таки пойду повешу не так плохо вот и это в принципе так обеспечивает определенную надежность тем что вот их вот это вот грязная бенишка их вот это снинское отношение к своим пользователям не выйдет на нет друзья мои она выйдет на ручку поскольку я уже ничем с вами господа хорошие не связанцы если пишите я буду дальше публиковать материалы других игроков может кто-нибудь расскажет что-нибудь там как долго с ним техпод занимался любовью сколько их сколько кого посылали читайте комментарии под видео там было по 40 дней отвечать или вообще не отвечают нахер посылает ну пожалуйста уже как вариант то есть дело же не в том что там я обиделся на си си пи ну не бед я не обиделся на си си пи я просто перестану снимать про него видео и перестану их снимать и потому что я обиделся потому что я нахожусь перманентном бане причем оба моих аккаунта включая вот этот игровой тестом ну как бы вопрос то в чем я предполагаю что сотрудники си си пи зашли на мой канал нашли время его изучить мне кстати поразило то есть они все-таки зашли же еще и на на тестовую учетку выше на нее вот когда я присылал видео с багом в интерфейсе на русской версии вот та вот девушка гэм там электрона которая отсматривала видео то она не нашла времени посмотреть видео длиной одну минуту чтобы увидеть баг попросила меня написать на какой минуте находится проблема а тут смотрите как у си си пи запомбила сразу да вот как только вышло видео всего ничего времени прошло пол недели и вот уже результат хоп ибо я не я не думаю что они реагировали неделю скорее всего там донос прошел через некоторое время там кстати человек там про донос кто отправил да будет срач я отправил мне этому человеку сказать нечего я не знаю правда ли это может просто нарывается на волну комментариев свой адрес не сказать нечего кроме того что традиция доносов в россии имеет очень глубокие корни об этом писал еще замечательный михаил булгаков мастер и маргарите там очень хорошо тема раскрыта вот вернемся я не буду писать никаких там писем никаких умоляний простить меня нет абсолютно осознанно я сделал то что я сделал и бы это еще раз если у меня было возможно сделать это еще без вариантов такие возьмем это видео и посмотрим там сколько у нас комментариев комментарии замечательно самом деле они увлекательны я читаю меня аж самого бомбит какие бомбит и меня бомбит вот мне нравится комментарии тебе не говорили что ела это страдай дева боли страдания мне очень нравятся люди то есть человек приобретает некий продукт для того чтобы страдать ну хорошо есть я не терпила может потому что я не терпила может поэтому мне не место его ну как вариант каковы тезис этого видео алексей ежов посмотри видео там все вроде по-русски объяснил но я думаю что у тебя все получится косяк нарушение ел согласен такого видео с перепиской гэма банка по счастью да такое ощущение что в комментариях бомбит сильнее чем у автора никит ты знаешь это вообще очень странные люди когда давно на работе мы с ребятами сидели в перерывчике читали новости по моему саму нет там возле гурта благовещенска лицу медведица за дрова девушку ну и чего вы думаете хоть хоть один из сколько там разобрал медведь нет сплошь бугагашечки вот так вот его тупая дура медведица поймала ну как бы это россия детка есть как бы нечего ждать такого это терпилы это такая порода людей которые любят ржать над людьми с которыми происходит что-то плохое и они очень громко ржут ровно до того момента как что-то плохое произойдет с ними они уверены что с ними не произойдет плохого потому что они действуют по правилам они самые умные они самые правильные они самые я бы сказал приспосабливаемые это очень точное слово они приспосабливаются абсолютно к любым условиям особенно к писанию доносов это просто в подкорке головного мозга у них вшита но это все происходит ровно до того момента когда нос напишут на них и они так хватаются а я тут причем а как а я же такой хороший был а за что у джорджа ура в его рассказе скотный двор был но он не похож на них это был очень идейный персонаж в отличие от них был очень идейный персонаж такой конь боксер я вам рекомендую прочитать эту работу и посмотреть что произошло с боксером вообще не стоит он действительно скажем так свиней захвативших власть на ферме он искренне поддерживал искренне верю что они делают правильные вещи несмотря на все гнусности которые творили свиньи всяческих оправдывал но вы прочитайте историю чем чем-то закончу жизнь примерно то же самое так тут пошли советы придирки любил до сей поры этот канал ну знаете друзья мои меня на канале свыше сотни видео про него включая стримы из-за пары претензий к работе технической поддержки человек разведывал канал ну друзья мои если вам нужно видео где я целую задницу си 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 пи знаете вы его даже за деньги не купите ни за какие его просто не будет поэтому целование задницы это не ко мне владимир верховой да будет срач я отправил ну поздравляю надеюсь тебе медальку дали надо ждать когда на канальчике появится видос с нычем на 90 минут знаешь сергей васильевич вот после такого комментария мне хочется действительно снять такое видео тебя посадить как фильм заводной апельсин и транслировать это видео тут не 90 минут 90 часов настоящее удовольствие получил ты какие владимир да ты злодей ну я не думаю что он злодей я не думаю что он отправил вместе отправил надеюсь ему дали медаль все данным сычек вот 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 мне нравится лёша тушенцев этот человек который говорил что любил канал посмотрите сколько удовольствия у человека да вот от того что меня забанил любил ли ты канал все таки лёша подумай хорошо мне сомнительно ну все комментарии обсудим я думаю всем все понятно всем спасибо за внимание по поводу видео по еве ближайшие месяцы я их не планирую это точно потом не знаю посмотрим посмотрим на поведение си 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 пи шутка я не думаю что что-то изменится в их поведение от одного только моего видео а вот от большого репоста вот этой самой гадкой переписки вы не переживайте я обязательно сохраню видео по себе на компьютере я сделаю скрин из этого видео они не смогут его страйкнуть как бы они не желали они не смогут этого сделать я считаю что я поступил абсолютно правильно ccp ведут себя по-свински со своими клиентами и это основной тезис вот этих моих видео ccp вы по-свински ведете себя с клиентами вы просто срете на них это омерзительно это отвратительно это нарушает всякую этику работы с клиентами и повторюсь еще раз я искренне желаю чтобы у вас на рынке появился достойный конкурент реально такой классный кусачий достойный конкурент чтобы вам задницу пришлось целовать своих клиентов чтобы они от вас не уходили у меня все